Здравствуйте, ребята! Вы видите, наши с вами друзья, Львенок Лева и Зайчик Ушастик, что-то обсуждают. Вот я сейчас послушаю, о чем они говорят, и вам тоже расскажу. Они спорят, вы знаете, ребята, о чем они спорят, так увлеченно, что даже забыли с вами поздороваться. Они спорят о том, как правильно сказать. А дел или на дел? Экономный или экономичный? Ну, на самом деле, давайте прекратим пока спор. Вот они меня послушались. И давайте для начала поздороваемся с ребятами. Они с вами здороваются, Львенок Лева и Зайчик Ушастик здороваются с вами, ребята. Мы говорим вам здравствуйте и приглашаем в нашу телевизионную студию на наш телеурок по русскому языку. Ну и тот спор, который я только что подслушал между Львенком и Зайчонком, вот этот спор, наверное, и даст нам тему сегодняшнего урока. Вот действительно, как правильно говорить? Одел пальто или надел пальто? Он экономичный хозяин или экономный хозяин? Все не так просто. И у меня в свое время, когда я еще ходил в школу, тоже была та же самая проблема. Как сказать, как написать правильно? Я думаю, что и у многих из вас, ребята, когда вы учили русский язык на самом первом этапе, тоже наверняка были такие вопросы, и не все было понятно. Поэтому сегодняшнюю передачу мы решили посвятить такой теме, которая в русском языке носит название паронимии, паронимы. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что такое паронимы. Вот давайте с вами посмотрим, как звучит тема нашей с вами сегодняшней передачи. Итак, что такое паронимы? В русском языке, как мы с вами хорошо знаем, есть такие явления, как синонимы, антонимы. Сегодня мы будем знакомиться с явлением паронимов. Если синонимы, антонимы, об этом мы говорили на предыдущих с вами телевизионных уроках, нужны для того, чтобы дать возможность об одном и том же говорить по-разному. Ну и тем самым и синонимы, и антонимы придают языку гибкость и выразительность. А вот что такое паронимы? Зачем они нужны? Первое впечатление, наверняка, когда вы с этим сталкиваетесь, сводится к тому, что они, наоборот, не улучшают язык, не украшают язык, а усложняют то, когда мы пытаемся в той или иной ситуации что-то выразить. Вот тот пример, с которого мы начали наше с вами сегодняшнее занятие. Экономный или экономичный, как правильно сказать, о человеке. Или одеть пальто, надеть пальто. Многие ведь делают ошибки. И не только вы, ребята, но и взрослые люди тоже иногда делают ошибки. Так что получается вроде, что такие слова, а именно они называются паронимами, мы сейчас дадим определение, вот такие слова усложняют нашу жизнь, вносят какую-то дисгармонию в употребление языка. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что все абсолютно явления в языке необходимы для того, чтобы язык был гибким, выразительным и многогранным. И паронимы, они выполняют в этом же ряду не менее важную функцию, чем уже нам хорошо известные синонимы и антонимы. Ну, конечно, правильно надо говорить надеть пальто, надеть шапку. Точно так же, как правильно говорить, что он экономный хозяин. И в этом случае можно всегда подобрать синоним. Вот что такое экономный хозяин? Это значит рачительный хозяин. Вот вам и синонимический ряд экономный, рачительный. А экономичный процесс, ну, если мы говорим о каких-то производственных процессах, мы можем употребить экономичный. А что значит экономичный? Можно ли подобрать какой-то синоним? Конечно, можно. Выгодный. Вот вам другой синонимический ряд. Таким образом, мы можем теперь дать определение, а что же такое пароним? и задаться вопросом. Какие слова называются паронимами? Итак, вопрос, основной вопрос нашего с вами сегодняшнего телевизионного урока. Какие слова называются паронимами? Следующее определение я вам советую запомнить. паронимами называются слова сходные по звучанию и родству корней, но различные по значению. Еще раз давайте внимательно посмотрим на это определение. Итак, паронимы это слова сходные по звучанию. Ну, действительно, отдел на дел представляется предоставляется экономный экономичный какие слова мы еще можем вспомнить? Ну, например, дождливый дождевой и так они близки сходны по звучанию. Почему это происходит? потому что корни у них родственные. Вот еще раз послушайте эту серию. А дел на дел представляется предоставляется экономный экономичный. Итак, корни родственные. Но вот что касается значения, то, конечно же, оно очень и очень различно. вот как в том самом примере, который уже звучал и который я еще раз хочу вам представить. Экономный хозяин означает рачительный хозяин, а экономичный способ ведения хозяйства означает выгодный способ ведения хозяйства. Как я уже сказал, иногда может сложиться впечатление, когда мы пользуемся русским языком, что и синонимы, и антонимы, и паронимы они усложняют нашу с вами речевую языковую жизнь, скажем так. Но это только на первый взгляд. На самом деле и синонимы, и антонимы, и паронимы они делают наш с вами родной русский язык более гибким, более выразительным, более многогранным. Вот я хочу сейчас прочитать вам отрывок из небольшой научной работы, которая называется столпотворение ошибок. Посвящен этот фрагмент будет именно тому, какую роль играют паронимы в нашем с вами современном русском языке. Вот давайте я вам прочитаю этот фрагмент, а зайчонок, львенок, и вы, ребята, внимательно послушайте. паронимы не всегда бывают однокоренными. Слова от разных корней тоже часто путают. Например, глагол давлеть по звучанию похож на давить. Его значение быть достаточным. Как говорится, поэт не гонится за славой, ему давлеет творчество. А вот, например, такое устойчивое словосочетание фразеологизм злоба дня пришел в русский язык из Евангелия. И там он звучит так давлеет дневе, то есть дню злоба его. Вот так звучал первоначальный текст. И означает это, что дню достаточно его забот. То есть нужно делать то, что должно делать сейчас. а заботу о будущем надо возложить на Бога. Так гласит Евангелие. Поэтому сочетание над ним давлеет то-то и то-то, хотя и часто сейчас употребляется, но на самом деле его нужно считать неправильным, потому что правильнее было бы сказать над ним тяготеет. вот вот такие интересные наблюдения над современным русским языком принадлежат филологам, которые очень интересуются тем, вот как русскому языку, современному русскому языку удается в результате развития эволюции постоянно поддерживать себя, как говорят, в форме, то есть постоянно сохранять свою выразительность, свою гибкость и свою многогранность. Оказывается, для всего этого нужны такие явления, как синонимы, антонимы и паронимы. Давайте еще раз в заключении нашей передачи внимательно посмотрим на определение. Вот сейчас мы увидим его на слайде. Неоднократно я возвращаюсь к этому определению, потому что эта тема для вас новая, согласитесь, тема достаточно сложная и во всем нужно очень хорошо разобраться. Итак, паронимами называются слова, сходные по звучанию и родству корней, но различные по значению. Один пример хочу в этой связи перевести дождливое лето, но дождевая вода. Вот оказывается, что означает для современного русского языка такое явление, как паронимия, явление паронимов. И львенок и зайчонок, как они мне только что сказали, поняли эту тему и они правильно теперь будут говорить. Они будут говорить одевать, например, кого-либо, но надевать шапку, надевать пальто, но одеваться, одевать кого-либо. и теперь поняли, чем различается дождливое лето от дождевой воды. И когда нужно говорить экономный, а когда экономичный. Я думаю, и вы, ребята, теперь разобрались с таким явлением современного русского языка, как паронимы. И не будете делать ошибок. во всех тех случаях, которые мы с вами сегодня разобрали. Я прав? Вот и львенок, и зайчонок мне кивают и говорят, что действительно я прав, и наша передача помогла им, я надеюсь, помогла вам, ребята, разобраться в этом языковом явлении. Наш урок подошел к концу. Я дядя Володя, зайчонок ушастик, и львенок Лева, мы прощаемся с вами. До свидания, до следующего урока. до следующего урока. до следующего урока. До свидания,